Наболевшие вопросы транспорта в городе требовали незамедлительного решения. Тем более они обострились в активный курортный сезон, когда машин стало вдвое больше. Администрация города совместно с сотрудниками ГАИ разработала новую схему организации дорожного движения. Причем она должна быть прозрачной и удобной как для автомобилистов, так и для всех жителей. За основу берется так называемый золотой или чистый квадрат. Каждый называет по-своему, где будет идеальное размещение транспорта. Свободный проезд машин по ранее запруженным улицам. Это улицы Конституции, Рос, Воровского, Островского и Горького, части Московской и Курортного проспекта. В центре Сочи меняется схема парковки машин. Бесплатных мест станет на 50 больше. Где-то знаки, запрещающие стоянку транспорта, убраны, где-то добавлены. В любом случае водителям стоит на это обращать внимание. И с понедельника начинает свою работу служба эвакуации уже в соответствии с новой схемой установки знаков дорожного движения. Эвакуация машин, как обещают представители службы, изменится. Она будет осуществляться как исключительная мера в корректной форме. В администрации города считают, этот процесс не должен сравниваться с карательной мерой. Для как населения, так и для жителей города, непосредственно, так же и для наших отдыхающих, которые большого количества приезжают, он должен быть, все-таки, то, о чем мы говорили, он должен быть не как какой-то там стервятник нападающий и быстро увозящая машина. Здесь должны быть санитары леса, которые действительно нужны обществу. Надеюсь, что так оно у нас сейчас и выйдет, и получится. Установлено 27 знаков, демонтировано их 24, поправили, скажем так, развернули в необходимом направлении, то есть это, скажем так, обслуживание знаков провели порядка 8, и порядка 8 знаков просто переставили с целью изменения организации дорожного движения. То есть эта работа, можно сказать, завершена. Но данная работа завершена только в центре Сочи. Дальше по такому же принципу начнется наведение порядка и на других улицах города. В частности, отметили улицу Яна Фабрициуса, где личный транспорт серьезно осложняет проезд общественного по 94 маршруту, где как раз как воздух необходима установка знаков, остановка запрещена. Для жителей Сочи разработан городской информационный портал, где кроме новостей курорта представлена интерактивная карта, на которой нанесены знаки дорожного движения, платные и бесплатные парковки, штрафстоянки, куда эвакуировали автомобиль с указанием номера телефона. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.